Добрый день! В прямом эфире программа «Открытая студия». У нас сегодня тема очень актуальная, но это, конечно, трагедия, очередная страшная трагедия. Вот когда мы смотрим на автобусы, троллейбусы, для нас это что-то привычное и никак не ассоциирующееся со смертью. И вдруг сегодня для жителей Донецка, ну это сложно себе даже представить, практически все там погибли. Те, кто не погиб, получили страшнейшие ранения. И уж ясно, что их нельзя назвать ни боевиками, ни солдатами, ни кем-то обычные люди. Но мы пытаемся разобраться, почему трагедия этих людей не становится болью мирового сообщества. Почему мы не замечаем этого. Я хотел бы начать. У нас есть такая возможность с прямого включения из Донецка, где работает наш специальный корреспондент Станислав Бернваль. Добрый день, Станислав! Здравствуйте! Добрым этот день, конечно, не назовешь. Да, Станислав, я прошу тогда еще раз, если можно, самые важные события, вот такую хронику сегодняшнего дня. Ну, в 8 часов 27 минут начался обстрел жилых кварталов города. Разрывы в Ленинском районе на улице Куприна. Непосредственно поблизости с остановкой общественного транспорта сразу погибают 13 человек, более 20 мирных граждан. Он просто с тяжелейшими ранениями поступает в больницу. Паника, шок. Люди, с которыми нам удалось сегодня поговорить, они сказали, что сегодня мы умерли вместе с теми погибшими в этом троллейбусе. Я никому не посоветую увидеть то, что увидели мы сегодня. Это нельзя видеть, но об этом необходимо говорить. Об этом должен знать весь мир. Обстрелы продолжаются прямо сейчас, ночью и утром. Войска ВСУ пытались прорваться вновь в новый терминал аэропорта. Атака была отбита. И сегодня же в километре от терминала произошла передача погибших украинских военных. Шесть гробов сегодня отправляются в Киев. Это далеко не все, как сказал глава ДНР Захарченко. Погибших значительно больше. Они находятся сейчас на втором и третьем этажах нового терминала. Забрать их оттуда не представляется возможным, потому что снайперы отрабатывают именно по этим позициям. В общем, жарко. Также сегодня передали пленных украинской стороне. Перед тем, как передать их непосредственно командующим, их провели по городу для того, чтобы посмотреть, что стало с некогда мирным, красивым Донецком. И сегодня это непередаваемое ощущение. Люди, которые были на улице, которые видели этих пленных, их просто держали, потому что каждый, наверное, готов просто был разорвать этих людей, потому что это боль, это боль, это такая трагедия, которая на всю жизнь останется в этом городе самым черным, самым тяжелым пятном. Самое страшное, что ведь в этом троллейбусе были и пожилые люди, и дети. И вот, кто был выбран мишенью. Станислав, я понимаю, что все равно больше всего люди Донецка и Донбасса ждут мира. Вот вы общаетесь с ними, а откуда они ждут мира? Потому что сегодня утром главные новости приходили из Европы, где мы ждали результатов очередных переговоров нормандской четверки. А вот люди Донецка, они надеются на Киев, который прозреет, на Европу, которая поможет, на Россию. Откуда они ждут мира? Ну, на Киев здесь уже никто не надеется, потому что не успела трагедия прозвучать на мировых телеэкранах, как украинские власти заявили о том, что это русские террористы расстреляли сегодня троллейбус на улице Куприна. Ну, о чем здесь говорится? Люди безумно устали, надо видеть эти глаза. Плачут даже мужчины. Сегодня плакали на взрыд мужики, взрослые мужики. Все ждут помощи, конечно, от большого брата, от России. Все, с кем нам удалось пообщаться, все подходят и спрашивают, ребят, ну когда, ну помогите нам. Нас здесь убивают, нас здесь уничтожают. Здесь настоящий геноцид. А говорят, что это делаем мы сами. Мы сами себя уничтожаем. Надежда только на Россию. Ни на какое мировое сообщество нет надежды. Здесь находится группа ОБСЕ, которая увеличивает свой контингент до 500 человек. Сегодня они приехали на место трагедии. Они осмотрели. Когда мы попросили прокомментировать, они сказали, все в нашем отчете. Люди понимают, что обращаться к ОБСЕшникам бесполезно. Никакой реакции мирового сообщества после всех вот этих страшных трагедий не происходит. Спасибо. Спасибо большое, Станислав Бернвальд. С места событий из Донецка. Специальный корреспондент 5-го канала. Спасибо большое, Станислав. Спасибо. Сейчас я хочу представить нашего участника в московской студии, в нашей программе. Сегодня посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Российской Федерации, уполномоченный МИД по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, Константин Константинович Долгов. Добрый день. Добрый день. Константин Константинович, несколько слов тогда о том, что сегодня произошло. Как реагирует МИД, как вы восприняли такую новость? Безусловно, это очередная трагедия. Буквально час тому назад вышло специальное заявление министра иностранных дел Российской Федерации, Сергея Викторовича Лаврова. Там дана очень четкая и ясная оценка произошедшего. Безусловно, мы глубоко потрясены этой трагедией. Случилось то, что в результате обстрела украинскими силовиками остановки общественного транспорта в Донецке погибли люди. Сколько погибло, пока непонятно, но ясно, что жертвы будут исчисляться, уже исчисляются десятками. Это произошло буквально несколько дней спустя после обстрела автобуса под Волновахой. Я с вами согласен. Гибнут в основном мирные люди. К сожалению, так случается в ходе практически любого вооруженного конфликта. Это самая уязвимая категория людей. К сожалению, ведется прицельный огонь по жилым кварталам Донецка, Горловки и других населенных пунктов Юго-Востока. Это делают подразделения Национальной гвардии украинской, подразделения вооруженных сил. К сожалению, продолжается ставка на силовое решение конфликта, абсолютно бесперспективное, тупиковое. Это то, чем занимается так называемая партия войны в Киеве. Безусловно, исторически это абсолютно проигрышная позиция. Это совершенно очевидно сейчас не только нам, это очевидно очень многим в мире. Но, как известно, за этим стоят определенные политические интересы, стоят определенные действия и политические линии определенных кругов в Соединенных Штатах Америки, в Европейском Союзе, которые ничего не делают для того, чтобы эту партию войны обуздать, для того, чтобы прекратить военные действия против граждан Украины, против населения Юго-Востока этой страны, тех, кто не согласен с теми действиями, которые предпринимаются в результате государственного переворота в Киеве. Цена очень высокая, цена это человеческие жизни, и поэтому то, что произошло сегодня, это очередное тревожное, я бы сказал, трагическое подтверждение необходимости незамедлительного прекращения огня и начала полноценного политического урегулирования внутриукраинского конфликта. Спасибо. Вот пути решения и что здесь можно предпринять, мы обязательно сегодня проговорим эти вопросы, только чуть-чуть позже. Давайте так поступим. Сейчас у нас короткая пауза, буквально через пару минут у нас будет еще специальный сюжет, и продолжим разговор здесь, в открытой студии. Возвращаемся в эфир, это программа «Открытая студия». Наша тема сегодня «Донбасс в огне». К сожалению, эти слова следует понимать буквально, особенно после сегодняшней трагедии, но началось это совсем не сегодня и не вчера. Давайте напомним хронику событий в небольшом сюжете прежде всего. Ну, посмотрите, кого это касается. Донецкого аэропорта менее километра. Сейчас представители Донецкой Народной Республики и украинская сторона находятся здесь. Пока диалог не получается. Прямое, да? Да. Я прям видел. Надо встрел, а надо спрятаться. Давайте, давайте, встаем. Давайте, давайте. Третья городская больница города Донецка. Буквально три минуты назад сюда попал снаряд. Видите, что сейчас происходит? Прорвало трубу. Ранен доктор. Обстрел, как всегда, неожиданно и по жилым кварталам. Здесь ни ополчения, никого здесь не находится и близко даже. Ну, вот можно видеть, насколько серьезные разрушения. Выворочены двери. Вылетели, вот вылетели прямо двери от взрывной волны. Черт. Смесите. Подождите, не разговаривайте. Молчите, молчите. Маленький осколок здесь. Животно опряженный немножко. Общее за сутки пятеро погибших, тридцать раненых. Я убежден, что жизнь стоит того, чтобы жить. Это становится очевидным, когда я смотрю в глаза своих детей. В этих глазах не должно быть страха, а это возможно только при слове свободы и демократии. Ну, вообще, очень страшно. Очень страшно. С первого залпа мы сразу побежали в честь. Да, это очень страшно, потому что боимся и жизнь одна. Вот результаты недавнего обстрела. Именно здесь еще один человек погиб. Видно, какой мощности снаряд разнесло. Все в клочья просто. Все нормально? Да, мы живы. Слава Богу. Божьей помощью. Ну, куда мы должны уезжать? Это наша родина. Мы здесь родились. Все недели, которые, когда мы кричали по боесе всему миру, Европе, что Украина использует перемирие для того, чтобы переукопироваться, вооружиться, создать слаженные боевые подразделения, которые способны выполнять боевые задачи. Никто не слушал. Сейчас мы все прекрасно видим, что Украина нарушила перемирие, атаковала. Таких ракетно-отиллерийских ударов, которые мы перенесли за 4 суток, мы не перенесли никогда. Вот сейчас, когда мы посмотрели эти кадры, у меня такой вопрос. Константин Константинович, если в Лондоне, в Париже, в Брюсселе люди говорят, нам сложно понять, кто прав, кто виноват, они воюют, там сепаратисты и так далее, а вот когда у нас есть такие кадры и такой материал, ну неужели это не может рассказать о том, кто становится жертвой, против кого? Ну, во-первых, в Лондоне, Париже, Брюсселе, Берлине есть разные люди и есть разные точки зрения на истоки внутриукраинского конфликта, на то, что происходит сегодня. Мы считаем, что все-таки больше становится, если хотите, прозрение, больше становится реализма, больше стали говорить правозащитники. Давайте вспомним последние доклады и Международной амнистии, Human Rights Watch, целого ряда других правозащитных организаций, где вполне конкретно, по крайней мере, более конкретно, чем прежде, ответственность за убийство мирных граждан возлагается на украинских силовиков, на батальоны нацгвардии, так называемые территориальные батальоны, которые состоят из неонацистов, из национал-радикалов. Так что эта точка зрения, несмотря на сохраняющуюся информационную блокаду, она постепенно пробивает себе дорогу. Другое дело, какую позицию занимает власть, придержащая правительство, соответствующих западных стран. Да, безусловно, конечно, с их стороны пока не ощущается более объективного, более реалистичного подхода. Да, вот я-то скорее об этом, потому что когда мы слышим официальную позицию... Да, работает, работает, так сказать, нормандский формат. Сергей Витальевич Лавров вчера дал комментарий по итогам последней встречи. Есть определенные подвижки, но на этом фоне еще больше активизируется уже упомянутая партия войны. Я хочу особо подчеркнуть то, что произошло сегодня, то, что произошло несколько дней под Волновахой. Безусловно, это очередные преступления против человечности, давайте называть вещи своими именами. Это военные преступления по смыслу международного гуманитарного права. И они, как и все другие преступления, совершенные в ходе украинского конфликта, должны быть расследованы. Это наша принципиальная позиция. Виновные должны быть объективно расследованы при международном участии. И виновные должны понести наказание. Самое суровое наказание, которое может обеспечить правовое поле. Не будем забывать, что сейчас, конечно, наше внимание сфокусировано на последних трагических событиях. Масса жертв. Действительно ужасные кадры, которые мы видим. Но давайте не будем забывать то, что произошло в Одессе. А уже больше, чем полгода прошло с того момента. И никаких результатов нет. Безусловно. Совершенно верно. Нет внутриукраинских расследований. Несмотря на все обещания президента Порошенко, других официальных лиц в Киеве. Что, мол, будем расследовать, даже будем привлекать международных экспертов. Этого не происходит. Константин Газаревич, если можно, чуть-чуть позже. Просто мы вернемся и к Одессе, и к Боинге. Уже целая серия, к сожалению, вот этих трагедий. Просто сейчас нам нужно включить первую реакцию наших зрителей. На итальянской в студии моя коллега Даша Баранова следит за откликами. Даша, пожалуйста, вам слово. Да, Роман, здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые зрители. Конечно, то, что сегодня происходит на Донбассе, касается каждого. Это проблема всего мира. И люди сегодня пишут о сегодняшней трагедии в Донецке. Говорят, что называют это войной против собственного народа, эту ситуацию. В частности, такие мнения. Всему миру пора уже или отвернуться, или реально помочь той стране, в которой свои, своих убивают. Изверги Донбасс, мы с вами. Далее, мира на Донбассе не будет до тех пор, пока у власти президент, который получает добро на уничтожение своего народа из США. Те, что сегодня произошло, это настоящая катастрофа. Ну, и, конечно, Роман, уже у нас есть вопросы экспертам. Вот, затронул эту тему Станислав. Роман, продолжу. В открытую говорится, что украинские силовики применяют запрещенное оружие. Под огнем градов и ураганов гибнут мирные жители. Почему на все это не обращают внимание международное сообщество и Запад? Во всем мире такие методы ведения войны запрещены, а тут они остаются безнаказанными. Ну, и вообще, проблема нарушения прав человека сегодня очень активно обсуждается нашими зрителями, Роман. Спасибо, Даша. Вернемся к этому вопросу обязательно. Сейчас первые комментарии Петербурга. Может быть, Игорь, у меня такой вопрос. Смотрите, ведь параллельно в Европе идут переговоры министров иностранных дел, в том числе министры иностранных дел Украины. И мы понимаем, что без них все равно решение этого вопроса, Вера, это невозможно. С той стороны их пушки. Вот такая провокация, которая происходит внутри Донецка, это ведь на самом деле игра напрямую против переговоров, ну, на самом пока возможном высоком уровне. Я хотел бы заметить, что пушки стреляют с обеих сторон, и граждане, виновные абсолютно, гражданские лица гибнут также с обеих сторон. То, что формат, нормандский формат сегодня работает, он пока не дает тех результатов и не реализует, не воплощает те надежды, которые взлагаются у него, это не значит, что этот формат не нужен. То, что происходит сегодня, это лучшее доказательство того, что только путь переговоров приведет нас к нужному результату. Все стороны заинтересованы в этом. И Европа, которой не нужен конфликт в Украине, то есть у себя буквально на Востоке. И Украина, у которой сегодня есть огромные экономические проблемы, увеличение военного бюджета не способствует экономическому развитию. И Россия, у которой на границе появляется еще одна горячая точка. Поэтому этот формат, я думаю, он жизнеспособен. И только там можно найти это решение, не стреляя друг в друга, а именно за кустовом переговоров. Николай Мирович, Вы как полагаете, как будет воспринята очередная такая трагедия в рамках переговорного процесса? Как она повлияет? Я думаю, реакция европейского сообщества и тем более партнеров этого сообщества за океаном в Соединенных Штатах будет примерно такая же, как на все те трагедии, которые были до этого. Но, соглашаясь с коллегами, могу сказать, что в Киеве существуют действительно различные подходы. И пока, условно говоря, одно министерство очень непоследовательно, но идет путем переговоров. Другое министерство и другие ведомства, боюсь, что делают все для того, чтобы эти переговоры сорвать. И единства в той коалиции, которая существует в парламенте Украины, нет. Непростая ситуация в отношениях между президентом и премьер-министром. А вопрос о выходе из кризиса, а то, что это кризис, это очевидно всем, он как раз обсуждается. И обсуждается не только в кабинетах, но и, к сожалению, на передовой. И приводит к тому, что мы видим сейчас, по сути, к гражданской войне. И надо отметить также, что, конечно, эта позиция, эта ситуация не может продолжаться бесконечно. Слушайте, там без двух минут экономический коллапс. Да, причем, опять же, он и с одной стороны вот этой условной линии, и с другой тоже. И нельзя сказать, что ситуация с одной стороны существенно лучше. Юго-Восток Украины лишен вообще всей инфраструктуры на 80%. Мы это знаем, все разрушено. Ну, ситуация, собственно, в Украине, она несущественно лучше. У меня вопрос, Наталья, подключайтесь, пожалуйста. А объясните, Киеву разве не нужен мир? Ну, так, цинично, даже с точки зрения экономики. Ну, вы знаете, конечно, формально мир, наверное, нужен всем. Вот. Но мне хотелось вот сказать, сойти вот с этого обсуждения нормандского формата экономической обстановки, все-таки спуститься до человеческого измерения данной войны. То есть Константин Константинович действительно сказал, что права человека никак не фиксируются в этой войне. Ну, вот, Константин Константинович, поправьте меня. Вы знаете, я буду спать спокойно, если я не права. Что вот эта вот специальная группа по мониторингу, группа АБСЕ, ведь формально у нее нет функций фиксирования, простите, прав человека, нарушения прав человека. То есть они мониторят военную обстановку, они мониторят, что происходит с экономикой и с инфраструктурой. Но нет ни одного доклада по нарушению прав человека. Есть уважаемые, действительно, международные организации, там, International Amnesty и так далее. Но они все-таки не коммерческие. Наталья, если я правильно понимаю, получается, что они не расследуют, а они только наблюдают. И это большая разница. Они, может быть, расследуют, но, понимаете, они не вводят в дискурс нарушения прав человека. То есть формально этой функции нет. Если я не права, Константин Константинович, поправьте меня. Да, пожалуйста. То есть это единственный ведь путь выйти нам на глобальную, скажем, на международную арену и заявить, что там происходит. Единственный путь через эту группу. Нет, вы абсолютно правы, что действительно, как таковых расследований наблюдатели ОБСЕ не проводят. Но, тем не менее, у них есть достаточно широкие полномочия по осуществлению мониторинга. Частью этого мониторинга является и фиксация тех грубейших нарушений прав человека и принципов верховенства права, которые продолжают происходить на юго-востоке Украины. Наблюдатели выпускают доклады. Эти доклады с течением времени стали, по нашему мнению, более субстантивными, более содержательными, более объективными. Они занимаются сейчас и той трагедией, которая произошла под Волновахой. Есть сообщение, что уже посетили наблюдатели ОБСЕ и место сегодняшней трагедии. Будем, безусловно, ждать их оценок. Мы исходим из того, что расследование должно, полноценное, я подчеркиваю, расследование должно быть проведено по сегодняшнему, в том числе инциденту, сегодняшней трагедии с участием ОБСЕ. Для этого есть все необходимые инструменты у международного сообщества. Вообще должно быть, безусловно, международное участие, международный контроль за расследованиями, поскольку, еще раз подчеркну, украинская сторона как не проводила, так и не проводит расследований, ну, не говоря уже об объективных, она вообще никаких фактических расследований не проводит, начиная с известного дела снайперов, расстрела гражданских лиц на Майдане. Потом было много трагедий и много грубейших нарушений прав человека. И Одесса, и Мариуполь. А вот, Константин Константинович, возвращайся. Ну, мы неоднократно говорили о том, что, очевидно, это говорит о том, что есть что скрывать киевским властям. Нет сомнений в том, что убийство гражданских лиц и в Одессе, и в Мариуполе, и во многих других населенных пунктах Украины, в частности, Юго-Восток Украины, это дело рук ультрарадикалов, радикалов-националистов, неонацистов, прямо назовем вещи своими именами. Это те самые силы, которые по-прежнему, к сожалению, в значительной мере правят балл на Украине. Во всяком случае, они пользуются безнаказанностью. Ну, давайте вспомним недавние факельные шествия по улицам Киева, в которых участвовали бандеровцы. Вполне открыто, полиция, милиция никак не вмешивается, не пытается... Объясняю ваши слова, Константин Владимирович, я могу сказать, что только сегодня пришла новость в Одессе, в здание суда ворвался правый сектор и избил свидетелей как раз по этому самому одесскому делу. Вот она последняя хроника событий. Очень, да, очень показательный, очень показательный пример. И такая позиция киевских властей, безусловно, это очень большое и грязное пятно на репутации Украины. Это очередное подтверждение того, что все декларации красивые о приверженности новых властей, которые пришли к власти в результате антиконституционного переворота, не будем забывать об этом, об их приверженности правам человека, демократии, это пока не более чем пустой звук. Кстати, хотел бы напомнить о недавнем предварительном докладе специального комитета против пыток. Это структура Совета Европы. Там приводятся достаточно интересные сведения, показания очевидцев, людей, которые посидели в застенках СБУ на Украине. Они прямо говорят о том, что применялись недозволенные методы воздействия на них, в том числе пыточные методы. На Украине есть масса политзаключенных, это европейское государство в 21 веке, политические заключенные. Там действует закон совершенно ущербный, убогий с точки зрения любых демократических канонов. Закон о люстрации. А вот то, о чем вы сказали, я прошу прощения, история с пытками. Константин Константинович, вы верите, что это может дойти в какой-то момент до процесса? Ну, вот такого некого Нюрнбергского процесса. Ну, вы знаете, безусловно, есть к тому уже предпосылки. Я хотел бы обратить внимание на то, что Европейский суд по правам человека уже принял к рассмотрению несколько жалоб граждан Украины, которые были доведены до этого судебного органа. Я слышал о том, что на юго-востоке Украины по линии различных общественных организаций, неправительственных структур при помощи адвокатов готовятся новые иски. Тем самым граждане Украины реализуют в демократической манере свое неотъемлемое право обращаться в высшую европейскую судебную инстанцию. Так что посмотрим, как дальше будет развиваться этот процесс. Я думаю, что на территории самой Украины сегодня, конечно, оснований и предпосылок для объективного разбирательства, к сожалению, пока нет. У меня такой вопрос. Игорь, а может быть мы до кого-то в мировом сообществе не сумели достучаться? Какая еще мировая организация должна была бы здесь принять участие, появиться и сказать свое слово? Безусловно, присутствие в БСЕ играет очень важную роль. Здесь, конечно, было бы присутствие необходимой организации объединенных наций, однако в Совете Безопасности, как мы знаем, нет консенсуса относительно того, что происходит в Украине. Поэтому участие этой организации в данном конфликте, оно существенно ограничено. Однако УБСЕ сейчас собирает материалы. У УБСЕ нет никаких полномочий для того, чтобы делать выводы. У УБСЕ собирает материалы. Выводы будет делать суд. И сейчас ждать вот таких вот характеристик, кто стрелял, чьих это рук дело, мне кажется, это слишком поспешно. Нужно подождать. То, что расследование идет медленно, ну, вы знаете, катастрофа с Боингом, она была передана в соответствии с международным правом. Украина передала это дело Нидерландам. И ближе к концу лет уже появятся предварительные выводы расследования. Я надеюсь, что оно ответит на все вопросы, которые у нас есть сейчас. Наталья, вопрос. Вы просто правильно совершенно нас попытались вернуть на уровень человеческий. А вот те люди, которые сегодня находятся в тюрьме, арестованы, как правило, за то, что, многие из них, просто за то, что они против существующей власти. Кстати, в демократической стране это совершенно нормально. Я могу быть против власти. Ну, это не нравится. Может, я вообще голосовал за другого президента. Это нормально. Их судьба. Как на нее могут влиять, ну, например, какие-нибудь организации в Европе? Ну, если только информация дойдет до этих организаций Европе, Роман, больше-то никак. То есть один есть ресурс, средства массовой информации. Вот то, о чем говорил Константин Константинович, если эти люди будут направлять какие-то, вы знаете, прошения, там, не знаю, в Гаагский суд или в суд по правам человека, тогда это будет рассмотрено. Здесь проблема, что надо пробить стену между тем, что реально происходит и как это воспринимается на Западе. То есть, да, Константин Константинович правильно сказал. Но я прошу прощения, Наташа, а поясните ведь... Но общественность, понимаете, не слышит европейское. То есть вот это человеческое измерение, действительно, оно еще не услышано. И, кажется, наша задача, понимаете, на этих территориях, задача группы АБСЕ, конечно, понимаете, доносить не только в виде докладов, но общественности. То есть проблема в том, что если что-то происходит в Париже, это мгновенно получает эхо по всему миру. Не хочется сравнивать трагедию, не хочется этим меряться, но это действительно беззампленно, потому что здесь тысячи людей, и это происходит уже фактически год. Скоро будет год, да? Я понимаю, Николай Маратич, у вас есть здесь понимание, что заставит все-таки людей, я не знаю, экономика или какая-то политика принципиально изменять отношения, будь то Европа или Киев? Вот об этих двух сторонах я вас спрашиваю. Сейчас у нас буквально короткая пауза, давайте все-таки соблюдать наш регламент. И сразу после рекламы дам вам возможность ответить. Оставайтесь на пятом. Открытая студия, возвращаемся в эфир, это прямой эфир. Николай Маратич, ну что может радикально поменять отношения, скажем, и Европы, и Киева? На самом деле, Европе нужно обобщить собственный опыт. Дело в том, что на определенном этапе группе политических деятелей, представляющих сегодня Киев, удалось убедить и себя, и в значительной степени европейцев в том, что Украина сделала однозначный выбор. И этот однозначный выбор, это вот Запад, это Европейский Союз, это евроинтеграция и так далее. Однако такого выбора не было. Выборов было два. Часть Украины сделала однозначный выбор на Запад, часть на Восток, и, как обычно, значительная часть не определилась с выбором. И вот от того, что это не было принято во внимание, собственно, все и началось. Все началось и заканчивается промежуточным результатом вот на уровне остановки троллейбусной в Донбассе. Как только Европейский Союз, осмысляя опыт прошедшего года, поймет, что такая Украина в Европе не нужна. Не в этих границах, а в этом качестве устойчивости политического режима, предельного удаления от демократии и от стабильной экономики, подобную Украину интегрировать труднее, чем любое другое постсоветское и вообще любое другое государство в мире. Европа, которая так поддерживает, собственно, Киев все это время, может сделать шаг назад и отказаться? А это не будет шаг назад. Он не будет явно выражен и виден. Просто постепенно, все-таки, я думаю, начнется корректировка позиции. И такая корректировка в силу понятных причин будет услышана в Киеве, и, соответственно, голос партии войны будет чуть тише, а голос той группы политиков, которые все-таки не исключают для себя какой-то относительно мирный выход из ситуации, Ну, связанная с тем, что примерно обсуждается и в Нормандии, до этого обсуждалось в Минске, разведение войск и так далее. То есть некое замораживание конфликта, а там посмотрим, когда вот будет другая ситуация. Вот хотя бы этот промежуточный вариант, в принципе, может быть достигнут при легкой корректировке европейской позиции от однозначной или почти однозначной поддержки Киева. Ну, я не могу, да, не задать этот вопрос, и представитель Министерства иностранных дел, коль скоро вы сегодня у нас в эфире, Константин Константинович, а вы ожидаете такую корректировку? Возможно? Вы знаете, я прямо могу сказать, что, конечно, корректировка давно назрела, и вряд ли это должна быть легкая корректировка, как только что было сказано. Я, конечно, один аспект приведу, тот аспект, который по-прежнему игнорируется и странами Европейского Союза, и Соединенными Штатами, это безудержный, бесконтрольный фактически рост неонацистских настроений и деятельности неонацистов на Украине. Это происходит действительно в Европе 21 века. Грубейшим образом попираются принципы и нормы международного права, решения Нюрнбергского трибунала. И это происходит в той стране, которая формально, власти которой, стремятся войти и присоединиться к Европейскому Союзу. Нарушаются все мыслимые и немыслимые критерии, которые были установлены самим Европейским Союзом по части демократического развития для тех государств, которые желают стать, ну скажем так, не только членами Европейского Союза, но и влиться в цивилизованную семью европейских народов. Безусловно, это очень опасное попустительство, очень опасное. Достаточно вспомнить, к чему привели подобные действия в 20-м столетии. Мы все это прекрасно помним, хотя сегодня предпринимаются попытки фальсифицировать историю, переписать ее задним числом. Ну, история, как известно, все расставляет по своим местам. Вопрос в цене. И мы сегодня начали передачу с того, что цена эта очень высокая. Цена, к сожалению, исчисляется десятками, сотнями и тысячами человеческих жизней. А то, что корректировка произойдет, я считаю, что это абсолютно объективно. Безусловно, это будет на каком-то этапе. Но тот факт, что сегодня на Украине вольготно чувствуют себя экстремисты различных мастей, неонацисты, это уже дает о себе знать в самом негативном плане с точки зрения ситуации в сфере безопасности и в Европе, и в ряде других регионов мира. И, конечно, на это международному сообществу и, в частности, Европейскому союзу нужно обратить самое пристальное внимание. И, если можно, одно слово буквально относительно канала доведения информации о нарушениях прав человека и принципах верховенства права. Не надо забывать о тех усилиях, которые предпринимает Россия. В частности, по линии Министерства иностранных дел уже подготовлены три издания «Белой книги» о нарушениях прав человека на Украине. Эти издания нами широко доведены до всех соответствующих международных инстанций, в том числе и до правозащитников. И у нас есть информация о том, что та обширная фактологическая база, которая содержится в «Белых книгах», она довольно серьезно воспринимается теми политическими силами и правозащитниками, которые реально заинтересованы в выправлении катастрофической ситуации с правами человека на Украине. Спасибо. Сейчас слово «итальянское». Давно у нас дождаются вопросы. Даша, пожалуйста. Да, Роман, ну пишут нам люди, которые по разным причинам не смогли покинуть Донбасс и для которых жизнь там продолжается, но она больше похожа на ад. Но у нас есть вопрос к Константину Константиновичу как раз о тех людей, которые смогли выехать. В частности, такое мнение. До сих пор на Донбассе находятся мирные жители. И до сих пор единственные, кто им помогает, это Россия. И мы тоже им даем крышу над головой. Ну, тоже здесь я бы не сказала, мы единственные, кто это делает, кто помогает беженцам. Ну, как и с гуманитарной помощью мы помогаем, и, например, тот же Красный Крест, ну, в последнее время что-то не слышно о его действиях на территории Юго-Востока. Вот как Константин Константинович прокомментирует этот вопрос? Да, пожалуйста, Константинович, а кто еще действительно участвует из международных организаций? Нет, абсолютно правильное мнение, что основные усилия по гуманитарному содействию, по предоставлению гуманитарной помощи населению Донбасса, Юго-Востока Украины, конечно, сегодня предпринимаются по-прежнему Россией. Это и гуманитарные конвои, это и наша работа по линии соответствующих международных гуманитарных организаций и агентств. Очень серьезная работа, которая, к сожалению, не только недооценивается, но и порой просто откровенно перевирается в некоторых западных столицах. Ну, как говорится, бог им судья. Главное, что наша гуманитарная помощь доходит до населения Юго-Востока Украины, она реально востребована, и российское руководство неоднократно подтверждало, что мы будем продолжать эти усилия. Я не согласен с той точкой зрения, что Международный комитет Красного Креста ничего не делает. Красный Крест, безусловно, тоже предпринимает определенные усилия. Ситуация крайне непростая. Сохраняются угрозы для безопасности международного гуманитарного персонала. Эти угрозы нельзя недооценивать. И сотрудникам гуманитарных агентств приходится работать в крайне непростых условиях. Работа ведется. Другое дело, что эта работа могла бы, очевидно, быть еще более активной. Разумеется, для этого необходимо серьезно улучшить ситуацию в сфере безопасности. Для этого необходимо прекратить боевые действия. Это как раз то, за что активно выступает и ради чего работает сегодня Российская Федерация во взаимодействии с теми международными партнерами. Мы, собственно, возвращаемся к переговорам министров иностранных дел. И то, о чем сегодня утром говорил Сергей Лавров, главное это все-таки отвести тяжелую технику от линии огня. Наталья, а кто, с вашей точки зрения, из тех же западных организаций, занимающихся гуманитарными проблемами, мог бы здесь помочь? И почему сегодня этого не происходит? Ну, вы знаете, кто угодно мог бы помочь. Только, понимаете, как-то очень странно, что Россия создала гуманитарный коридор, мы даже его контролируем, перемещаем туда груза со стороны Украины, которая бы хотела остаться, знаете, единой, неделимой. Почему вот такого гуманитарного коридора, то есть со стороны Европы, со стороны международного сообщества, как-то нет? Вот это вот великий вопрос. То есть, действительно, сегодня работает 500, да, Константин Константинович, завтра будет уже 500 наблюдателей ОБСЕ. Почему бы им там не стать вереницей вдоль дорог и не обеспечить этот гуманитарный коридор со стороны Украины? А действительно полтысячи человек в этой вот миссии ОБСЕ? То есть, на сегодняшний день 250, завтра, послезавтра будет 500. Они могли, известно, оказать великую услугу вообще украинскому народу и тому населению, которое, понимаете, умирает вообще в Донбассе или Луганске. Организовали бы действительно эту дорожку, назвал бы ее каналом. Я вам другую ей подрошу, Наташа, а если их поставить между, может быть, перестали бы стрелять? Может быть, может быть. Но, понимаете, этого не делается. Здесь вот, знаете, мы возвращаемся опять к первому вашему вопросу. А что хотят вообще украинцы, натовцы? Или вы, что это кипрский вариант, да? Да, что, действительно, какие цели преследуют страны, которые втянуты в этот конфликт? Вот к чему мы возвращаемся. То есть нет коридора, значит, он не нужен с той стороны. Совсем коротко, буквально по 10 секунд. А что действительно здесь может помочь делу мира? Первое – это соблюдение Минских соглашений 5-19 сентября. Второе – это выполнять все обязательства, взятые в рамках международного права. И третье – я хотел бы вспомнить об академике Примаковой, который в 2004 году был одним из немногих, кто советовал России занять нейтральную сторону между Януковичем и Ющенко. Мы здесь и остаемся посредниками в переговорном процессе. Николай Маркович, да. Всем надо помнить о том, что рано или поздно придется договариваться. Вот с Грузией у нас были очень непростые отношения в 2008-м. Сегодня у нас, ну, не дружба, нет, но какие не есть отношения, какая не есть торговля. То есть пришло понимание, что так лучше и проще. А я думаю, что каждому понятно, что в исторической перспективе мы все равно соседи, братские народы, и жить нам вместе. Это не может быть иначе. Я благодарю за участие сегодня в нашей московской студии Константина Константиновича Долгова. Это посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России, уполномоченный по вопросам прав человека, демократии и верховенства права. Спасибо вам. Спасибо вам. Спасибо.